Ученые МГУ имени Огарева разработали лекарственную форму с противоопухолевой активностью. Это нельзя назвать лекарством от рака, но большим шагом вперед точно можно. Самое интересное это сырье, из которого изготовлен препарат. Это борщевик сосновского дату, самое бессмертное растение, сок которого вызывает сильные ожоги под действием ультрафиолета. Наночастицы активного вещества вводили в организм лабораторных мышей с помощью липосомального раствора. Это позволило препарату лучше проникать в ткани и накапливаться в опухолях. Сейчас в лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии проходят доклинические испытания новой лекарственной формы. Фиксируются различные воздействия на животных в зависимости от дозировки активного вещества. Разумеется, речь об испытаниях на людях пока не ведется, однако приблизительное состояние лабораторных мышей соответствует первой-второй стадии рака у человека. Это, можно сказать, очередной большой шаг в сторону терапии онкозаболеваний. И мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут еще большую эффективность разрабатываемого препарата. Разработка отличается высокой точностью действий. Это позволяет говорить о низкой вероятности развития побочных эффектов и отсутствии влияния на жизнеспособность здоровых клеток. После введения лекарственного средства воздействие ультрафиолетом производится только на опухоль. Без облучения действующие вещества не связываются с здоровыми клетками и выводятся из организма без вреда для него. Решили попробовать какое-нибудь очень ядовитое растение и лечить им опухолевые заболевания. В частности, есть такой достаточно классический пример препарат Паклитоксел. Он впервые был обнаружен в каретисе. Подумали, что возможно удастся найти что-то подобное в вращевике, потому что он достаточно токсичный, он вызывает сильные ожоги. Ожоги это что? Это некроз.